Сегодня сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими проверили, как новосибирцы соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Тем, кто готов исправить нарушения на месте, предупреждения, а вот злостным отрицателям штрафы. Кроме того, наказывать будут и медицинские учреждения, которые выдают справки, разрешающие не носить средства защиты. Тему продолжит Александр Попов. Потихоньку город стал отвыкать от противоэпидемических мер. Масочный режим соблюдается уже не так строго. От него стали отказываться в некоторых магазинах и учреждениях. Но ковид вновь дал о себе знать в всплеском случаев заражения. Напомнить о его последствиях решили в общественном транспорте. Рейд на одной из остановок совместный. Здесь и представители регионального министерства транспорта, и Роспотребнадзора, и автоинспекции. В каждой второй маршрутке автобусе нарушители. Но незлостные по поводу необходимости масок не спорят. У нас просто и кондукты требуют, если нет, это высаживают людей. Ну, при мне такое было, что маски нету, все, иди отсюда. Поэтому все уже приучили с масками. Ну, выходи, я снял. Забыли. А так обычно все-таки соблюдаете, да? Стараемся, конечно, соблюдать. Работаем целый день с утра до вечера в маске. Главная цель проверок рейдов – лишний раз напомнить пассажирам и предупредить перевозчиков. Последним в случае серьезных нарушений грозят штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. И в целом, когда мы проводим эпидемиологическое расследование, да, каждого случая заболевания, мы, к сожалению, отмечаем, что порядка 15% граждан, заболевших, да, отмечают, что они, ну, если вот к сегодняшнему дню, что они пользуются общественным транспортом и, к сожалению, не всегда используют маски. С сегодняшними нарушителями в основном провели разъяснительные беседы. Конечно, если человек осознал, не всегда мы его привлекаем к административной ответственности, потому что, ну, ситуации здесь разные. И с Минздравом мы работаем, потому что выявлены факты выдачи справок о том, что человек может ходить без маски и посещать магазины, транспорт. В ближайшее время составят список медицинских учреждений, которые выдают такие справки. Даже болезни легких не освобождают от выполнения общих правил пассажирских перевозок. Александр Попов, Константин Менин, Новости ОТС.